Привет! Ты ездишь в электричках с остановками в лесу или по селу? Если да, так домой тебе советую. Не делай торопики, купи машину. А если не позволяют финансы, то давай представим, что ты едешь, например, в электричке. Долго едешь. За окном зимний вечер. Темно. Ты, в принципе, не из пугливых, да? Я тоже. Да и ты не один в вагоне. Помимо тебя тут еще несколько человек, но все на разных сиденьях. На расстоянии друг от друга. Ты сидишь лицом ко всему вагону и рассматриваешь от скуки лица пассажира. Вон пьяный толстый небритый мужик. Рядом с ним бутыль из-под пива. Вон женщина с младенцем. Он засыпает, она его укачивает. А вон еще какой-то парень. Вон мужик с портфелем. Вон молодая пара. Девушка. Цветами. И оба сияют от счастья. Еще две станции и ты дома. Ты рад, что скоро приедешь домой и ляжешь спать. Ведь ты так уже устал и хочешь спать, да? Но тут электричка резко тормозит. Ты боишься? Нет. Ну, ты опасаешься, что она ломалась и тебе еще долго надо будет идти пешком. Но голос с динамиком сообщает, что на путях нашли кого-то или что-то и сейчас это убирают. Все двери закрыты, никого не выпускают, не впускают и вдруг гаснет свет на две секунды, не более. Свет загорается и ты видишь, что все в норме. Все как прежде, но что-то не то. Вдруг один мужчина встает. Стоп. Его тут не было, когда электричка встала или был. Мужчина очень зауряден. Коричневая дубленка. Брюки маскировочной расцветки. Шапка-адидас. Широкие плечи, большое круглое лицо и такой боксерский подбородок. Мужчина осматривает вагон и видит, что все спят. Ты тоже видишь. И ты сам почему-то не выдаешь того, что бодрствует. Он садится к какому-то парню. Свет снова мигает. Исчезает на пять секунд и вновь появляется. Мужик опять стоит и идет к другому. А тот, к которому он подсаживался до этого, сидит за прокинутой головой. Может он спит, а может и нет. А мужчина подсел к другому. В ног моргает свет. Пять секунд темноты. Все это время ты пытаешься разглядеть, что творится со следующим человеком. Но тьма мешает тебе. Заметно. Но загорелся. Парень сидит. Но голова слишком наклонена на бок. Парень не двигается. Очередь девушки парня. Мужчина подошел и сел к ним. Свет исчез на две секунды. Но в следующий момент ты понимаешь, что если бы он не загорелся, то тебе было бы легче. Девушка с парнем сидели лицом к тебе. В середине вагона. А теперь... Теперь усок арматуры, торчащий из спинки кресла, проткнул шеи влюбленных. Мужчина смотрит на свое творчество и идет дальше. Мужчина, алкаша, тьма, бутылка засунута в рот горлышком вниз. Остались двое. Ты и та девушка с ребенком. Ты боишься, что он тебя убьет. Но не бежишь. Но ведь все к этому и идет. Ты не выдерживаешь, срываешься с места и бежишь. Бежишь по лесу и эти две станции до дома. И не оборачиваешься. Но мужчина в тупленке не остался в тупой. Он идет за тобой. До твоего поселка или города. И по западу твоего страха он найдет тебя. Найдет и расправится. Ему не нужны сведения. Ты можешь забиться в самый далекий темный угол канализации. Или же окружить себя лучшими друзьями. Но рано или поздно он доберется и до тебя. Спасибо за просмотр.